Владислав и Ольга только что зарегистрировали брак и принимают поздравления. Для новоиспеченной супружеской четы Боболевых это первый шаг к созданию большой и дружной семьи. Моя мечта иметь три ребенка. Если Бог даст, то будет замечательно. Я поддерживаю полностью, да. Трое детей это хорошо. Меры государственной поддержки сегодня способствуют тому, чтобы семьи становились большими. А нововведения, которые озвучил президент Владимир Путин в своем послании, значительно упростят жизнь многим. В частности, материнский капитал можно будет получить уже после рождения первого ребенка. Размер выплат увеличится. Кроме того, государство оказывает помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий. Это большая поддержка для многих пар будет. Я думаю, что... Надеюсь, что даже это кого-то подтолкнет на рождение детей. Те, кто сомневается и боится, что не будет материальной возможности. Если есть помощь, то всегда проще. В красной линии в послании президента прошла очень важная мысль, что величие России, достоинство граждан. И будущее нашей страны зависит от того, сколько граждан России будет. И, конечно же, это взаимосвязанные вопросы с качеством жизни, с доходами семей, которые воспитывают детей. И этому вопросу было уделено очень серьезный раздел послания и беспрецедентные меры поддержки. Студенты Павел и Анна только еще планируют создать семью. Сегодня они пришли в ЗАГС, чтобы подать заявление. Будущие супруги считают, что все счастливые семьи счастливы одинаково, когда в доме шумно и многодетно. Новость о дополнительных мерах поддержки семей для них как раз кстати. Это была хорошая новость. Нам сразу и родители тоже сообщили о том, что у нас, как сказать, в случае, когда у нас появится ребенок, нам уже будет оказана такая поддержка. У Павла и Анны есть важное преимущество. На первое время решен квартирный вопрос. Дальше нужно будет думать о расширении при помощи ипотечного кредита. Сейчас они уже планируют, как смогут погасить часть ипотеки деньгами, которые предусмотрены в бюджете для молодых семей. Содействие в оплате ипотечного кредита в размере 450 тысяч. Я могу сказать, что у нас за прошлый год в Самарской области 483 семьи воспользовались этой помощью. У них были ипотечные кредиты, они обратились в банки. Во-первых, им установили соответствующий фиксированный процент. И плюс еще они смогли получить помощь в размере 450 тысяч для оплаты кредита. Об этой уже действующей мере поддержки президент страны также напомнил в своем послании, чтобы как можно больше многодетных семей смогли воспользоваться. Супруги Дмитрий и Нина Седухины связывают с этим надежды на улучшение своих жилищных условий. Это очень круто. Ну реально это классно. Хорошая поддержка. Когда ты понимаешь, что тебе дают дополнительную возможность принять решение в сторону ребенка, улучшение жилищных условий. То есть то, что в приоритете сейчас. У нас еще нет ипотеки, но груз ответственности уже лежит за нее на наших плечах где-то морально. Поэтому, наверное, это немножко облегчает такой достаточно рискованный шаг. В Самарской области действует 29 мер поддержки семей. В прошлом году на их реализацию было направлено почти 8 миллиардов рублей. После введения дополнительных выплат и льгот смета расходов должна увеличиться как минимум на 3,5 миллиарда. Олег Зверев, Николай Епифанов. События.